Здравствуйте! В эфире уроки православия. С вами Марина Милосердова и я рада представить вам моего сегодняшнего собеседника, настоятеля храма, святого великомученика Георгия Победоносца, протеерея, отца Валентина. Здравствуйте! Здравствуйте! Тема нашей программы – вера и суеверие. Суеверие – это вера пустая, не приносящая пользы. Суеверие всегда основано на духовном невежестве и на самообольщении. К примеру, если человек верит в суеверие, то здесь работает очень мощный механизм самовнушения. Если торговцу через первого покупателя мужчину дан хороший знак, то он сам начинает чувствовать себя увереннее. Однако в вере в суеверие заключена большая опасность. Какая – узнаем сегодня. Отец Валентин, как правило, при подготовке программы мы задаем жителям нашего города вопросы по тематике эфира. Сегодня мы спрашивали, чем вера отличается от суеверия. Ответы в нашем сюжете. Вера – это то, что исходит изнутри у человека, душевное что-то, а суеверие – это то, что, во-первых, навязанное извне. Вера, наверное, надежда на лучшее, а суеверие – в него вообще не нужно верить. Вера, когда человек верит во что-то, а суеверие – это из области предрассудков, что-то такое, как я правильно понимаю. Но мне больше неприемлемо слово «вера». Я человек верующий во всё хорошее. Вера – это что-то внутреннее и истинное, что есть в человеке, а суеверие – это уже что-то по ту сторону, я думаю, и что-то ненастоящее. Вера – это вера в Бога, который сказал, верю, который сказал, возьми ближнего своего, как самого себя, да, и не пожелай человеку того, чего бы ты не хотел, чтобы он сделал с тобой. И вера в какую-то высшую справедливость, да. А суеверие – это я вышел, увидел чёрную кошку и сказал, эх, не повезёт, или споткнулся на левую ногу, думаю, не повезёт, или там ещё какой-то целый набор вот этих суеверий, это изъязычество идёт, это называется бесовщина. Когда человек действительно вступит в личностный подлинный диалог с Богом, откроет его в себе, научится соотносить своё дыхание и свою жизнь с ним, с Евангелием, тогда ему не надо будет объяснять, через какое плечо правильно передавать свечу и бояться ли чёрную кошку. Все суеверия развеются, как туман. Отец Валентин, чем отличается вера от суеверия? Вера заключается в добровольном согласии человеческой воли на принятие богооткровенной истины. То есть мы здесь имеем богооткровенную истину и добровольно её принимаем. А суеверия – это действие лжеименного ума, это попытка с точки зрения человеческого опыта, с точки зрения его, так сказать, позиций человеческих, решить свои проблемы. С чего начинается вера? Вера начинается с того, что Господь однажды постучал в сердце человека. То есть человек встречается с Богом, он переживает эту встречу. Эмоционально принимает его, впускает его в своё сердце. И вот тут свет озаряет внутренний мир человека. Всё становится на свои места. Человек вдруг понимает истинную цену своих поступков. Он вдруг осознаёт, что наг перед Богом. То есть наг в том смысле, что в Боге истина, в нём нет истины. И невольно преклоняясь перед Богом, принимает от него то, что Господь ему открывает. Как вера соотносится с другими добродетелями? Нужно сказать, что вера является ключевым элементом. Вера является как бы корнем всех добродетелей. От веры рождается смирение, покаяние, рождается молитва. Если есть в человеке откровение Бога, то человек стремится к общению с Богом. То есть это и есть молитва, обращение к Богу. Воздержание, то есть пост. Вот все эти добродетели, они как бы рождаются внутри человека именно тогда, когда у него появляется вера. И Господь, наверное, тогда человеку в какие-то моменты трудные помогает, протягивает руку помощи, да? Ну, конечно. Конечно, Господь и для того и открывается человеку, чтобы помочь ему во спасении. В чем состоит природа веры? Вера слагается из, как мы уже сказали, человеческого произволения добровольного и божественного откровения. Вот это самая главная составляющая веры. Значит, мы можем сказать, что здесь мы имеем дело с таинством, в котором мы наблюдаем как бы синергию соединения воли человека и благой воли Спасителя, Бога нашего. А каково содержание истинной веры? Истинная вера, она как раз содержится в том откровении, которое дает Бог человеку. Это откровение мы имеем в виде священного писания, священного предания, в догматическом учении церкви. Кратко оно изложено в никейском символе веры. А какие можно выделить виды веры? Можно выделить умозрительную такую, философскую, как бы догматическую веру и живую, действенную веру. Вот одна дополняет другую. Вера теоретическая, вера такая богословская, без дел веры, без живого воплощения заповедей Божьей в жизни человека, она ничто. И в то же время и дела, добрые дела, которые мы совершаем, без принятия вот этого откровения от Бога, тоже пусты. Одно и другое дополняет друг друга. Наверное, философская вера недоступна простым людям. Теоретическая, скорее, а не философская. Почему? Каждый на своем уровне теоретизирует. Каждый, вот даже простые пастухи, которыми были апостолы, простые рыбаки, они воспринимали и могли как-то передать нам основы веры, которую Господь открывал им. По сути, вера не требует образованности. Ну почему? Образованность тут нужна, но она необходима нам постольку, поскольку нам приходится объяснять некоторые вещи и интерпретировать их к условиям нашей жизни, в которых мы живем. Превыше интеллектуально подходить к вопросу. Им приходится тоже приносить какие-то объяснения. Во всяком случае, нужно помнить такую простую вещь, что, как говорил святитель Иоанн Златоуст, заявляя, нет пользы от здравой веры, если у человека развращенная жизнь. То есть вот тут мы можем сколько угодно мудрствовать, рассуждать, но если жизнь наша не меняется никак, то какой смысл в этих рассуждениях? То есть мы должны прежде всего думать не столько о теории, сколько о жизни нашей. Вот в ней и наша вера в нашей жизни. Меняемся мы или нет? Более того, даже вот святитель Иоанн Златоуст говорит, ни крещение, ни отпущение грехов, ни знания, ни приобщение тайн, ни священная трапеза, ни вкушение тела Господня, ни приобщение крови, ничто другое не может принести нам никакой пользы, если мы не будем вести жизнь чистую, строгую и чуждую всякого греха. Вера без дел есть то же, что призрак без жизни. Вспомним, что говорил апостол Яков, говорил, что вера без дел мертва. То есть получается, человеку нужно самому приложить усилия, а уже с верой Бог ему поможет. То есть не столько мы рассуждаем, сколько мы внимаем Богу. Внимаем Богу. То есть она открывает нам это откровение, как истинный свет, освещающий все стороны нашей жизни. Принимай и живи. Посмотри, увидь и измени свою жизнь. А вот как Вы сказали об этих интеллектуалах, не помешает ли им вот эти их рассуждения, не станут ли они подобны Фоме? Фома не таким уж был неверующим. Он просто хотел убедиться в истинности того, что ему передали. Ему передали люди, и поэтому он пытался выяснить, а на самом деле так. Так что вопрошающий, но обращающийся к Богу всегда получит тот ответ, который ему необходим для его спасения. Но некоторые, знаете, говорят, вот если чудо там не явится, нельзя требовать чудес от Бога. Мы пытаемся своим падшим человеческим умом проникнуть в тайны того, что мы перед собой видим. А эта жизнь, она построена по промыслу Божьему. Его пути неисследимы. Как мы можем своим умом проникнуть в эти тайны? Если они способны. Да. Вот объяснить что-то для себя, если наш ум просвещен, если наш ум облагодатствован, мы можем. Если в нас есть вера. А если нет веры, то мы обязательно заблудимся. Бывают такие ситуации, когда считающий себя православным может плевать через плечо, бояться черных кошек, при этом ходить в храм, молиться Богу, участвовать в таинствах. И, по сути, с одной точки зрения веру они свою осознают как христианскую, но в их жизни присутствуют элементы далекие от христианства. Вот как с этим быть? Как это можно объяснить? Ну, видите, как раз вот речь идет здесь о суевериях. То есть нашему лжеименному человеческому уму присуще вот это свойство со своей позиции, с точки зрения человеческой, разрешить какие-то проблемы, которые у него возникают. Он ищет пути, ищет какие-то формулы, пытается вывести какие-то закономерности. Все, что мы пытаемся решить вне Бога своим умом, порождает ложь, порождает несовершенные рассуждения. Отсюда рождается ложная вера. Ложная вера, ереси, суеверия и прочее. В Священном Писании есть отсылки к приметам, знаком от Бога. И Господь, конечно же, участвует в жизни каждого человека и посылает ему различные сигналы. Но упаси Бог их анализировать и приводить в какую-то систему. Вот, например, старец Нектарий Оптинский писал, «Приметы есть предчувствия, и иногда правильные, имеющих сотвориться событий, если перед этими событиями не попросить Бога, чтобы Он избавил нас от беды». Так все-таки, что такое суеверие? Ну, что такое суеверие? Суеверие, по словам Даля, которые он приводит в своем словаре, это ошибочное, пустое, даже вздорное мнение, ложное верование во что-либо. То есть, раз оно пустое, вздорное, оно порождено нашим лжеименным умом. Если человек верит в суеверие, то он вступает на путь, где его же встречает дьявол. И дьявол играет с ним по своим правилам, вернее, даже безо всяких правил. Ведь Бог — творец, а дьявол — игрок. Если человек живет всего 60-70 лет, то бесы существуют уже многие тысячи лет. Они навострились в своем деле, и похожи на опытных шахматистов по сравнению с ребенком, играющим в крестики-нолики. Как человек, да? Да. Ну да. Святые отцы православной церкви учат суеверие, смешное и забавное дело сатаны. Впрочем, не только смеху, но и гиене, подвергающие обольщающихся. То есть, вот как раз предупреждают о том, что это греховное занятие. Действительно, сатана играет, вы правильно заметили. А человек попадает в эти сети, злые сети, злых игр сатанинских сил. Зная человеческие слабости, доверчивость к совпадениям, темные силы наверняка подстраивают ситуацию таким образом, чтобы отдалить человека от Бога, запутать его, и неважно чем, верой в приметы, в суеверие. Главное, что человек будет находиться вне святой Божьей воли. И люди попадаются, поддаются на эту удочку. Каков же выход? Выход только один, и очень простой. Гнать от себя всякие вот эти прелестительные мысли, которые подсовывает нам сатана, игрок, лукавый. Мы должны обращаться к Богу, не идти на поводу у тех людей, которые увлекают нас, сатана имя, как бы их уже имя владел, и соблазняет нас через них. То есть необходимо верить в божественные промыселы каждому из нас, и не посягать на большее. Да. Апостол Павел говорит, «Идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого». Первый Коринфян. «Какая совместимость храма Божьей с идолами?» А храм Божий – это человеческое сердце, человеческая душа, нерукотворный храм. «Ибо вы – храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом», пишет апостол Павел во втором послании Коринфян. «Дела плоти, то есть дела лжеменного разума, перечисляются им далее. Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны и ереси». Отец Валентин, а краткая молитва, предложение Твое, вражие на главу Твою, от чего защищает? От сатанинских промыслов, происков. Любая молитва, обращенная к Богу, она защищает нас силою и благодати этого всемогущего Творца. Теперь я прошу вас подвести итог нашей беседы. Итог очень простой. Вера во Христа, Спасителя нашего, является основой нашего спасения. И всякая прочая суетная вера, вера в различные приметы, вера в какие-то знамения, исходящие от каких-то внешних сил, это вера суетная. Суетная вера удаляет нас от Бога, удаляет нас от спасения. Пусть Господь поможет нам удержаться в истинной вере, обратить наш разум к Его откровению, чтобы мы приняли это откровение в сердце своем, слагали не только в сердце, но и реализовывали в делах, чтобы мы следовали заповедям Божьим. И тогда никакой лукавый дух не сможет нас отвратить от пути спасения. Спасибо за Господи. Мне остается только поблагодарить вас за интересный разговор и попрощаться до следующей встречи. Большое вам спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин